Всем привет! Сегодня у нас в Менталитете о турках, и я хочу некий миф, наверное, развенчать, потому что очень часто слышу, ой, турки такие семейные, это же так чудно, какие бы у нас были с ним невзгоды и проблемы, мы не расстанемся, он будет скреплять семью, это АИБ для семьи, то есть позор расставаться и так далее. В общем, это, знаете, такое ощущение, есть мифы заблуждений у женщин, что вот эта семейственность, скрепление союза любыми, короче, силами, это так классно, это гарант того, что равно мы будем счастливы, у нас все будет хорошо, мы все равно там не разведемся и так далее. Ну вот это, я хочу поговорить про это скрепление семьи больше через позор АИБ и непринятие общественностью, почему это большое заблуждение, что искусственное сдерживание, искусственная может быть подпитка отношений, так что в этом хорошего, да, это некая фальшивка получается, и когда это что-то поддерживается искусственно, искусственно союз, да, под страхом чего-то, или вытягивают, высасывают, назовем так, из пальца и так далее, то, чего нет, разве это несет счастье, когда мне тычут носом в статистику в Турции домашнего насилия, насилие над женщинами больше, тут не домашнее насилие, когда мы над мужьями там тоже ему там кулаком или еще что-то как-то, да, насилие над женщиной, будем над детьми в семье, да что, это от хорошей жизни разве, а не от того, что многие такие хорошие семьянины скрепляют семью под страхом АИБа позора семьи, общественности, или так жили его родители в том числе, он видел это все, например, такое же там насилие из детства и так далее, что тоже его сформировало как личность определенные, да, коррективы были, короче говоря, а что в этом хорошего? И вот эта статистика семейного домашнего насилия, это же прямой показатель, прямая корреляция того, что происходит, что вот эта семейственность не так уж это, она собственно и хороша, здесь есть определенные подводные камни. И у меня очень много, честно скажу, писем от девчонок, в которых прослеживается разочарование некое, я думала он дурак, он будет такой семейный, то есть вот это слово семейность, почему-то у девочек сразу параллельно мысль возникает, что если он семейный, то равно я буду счастлива. Но вот эта семейность и объединение, это же через преодоление, через сжатие себя, подавление своих претензий, эмоций, через некую, может, буквы по-разному, да, но в основном скованность какую-то, и здесь вообще слово о счастье, о наслаждении жизни, о счастье, о любви здесь речи нет. Если вы это назовете любовью, страдания и мучения, у меня будет вообще, говорится, спросить, захочется у вас, а что вы вкладываете в определение любви, что для вас любовь? Насилие и боль это любовь, да, главное, чтобы семья была и не разводиться. Так, очень много разочарований, когда вот за этой семейностью у турок, на что многие девчонки клюют и считают, что турки все семейные, очень много разочарований за этим стоит, да, что это насилие, боль, явно не очень счастливая даже жизнь бывает. А кто сейчас скажет, ну, чего ты это рассказываешь, специально, чтобы, наверное, замуж не выходили, там, не женились и, не знаю, не ехали в Турцию, да нет, пожалуйста, вы просто, когда выбираете себе в спутники жизни турка или вступаете в отношения, где-то знакомитесь, очень у многих, я слышу, я хочу себе выбрать турка, из мужчин турок выбираю себе мужчину, потому что они семейные. Блин, то, что он с тобой будет в браке, не говорится, что ты будешь счастлива, это не определение. Семейный и, скажем так, нормально, адекватный мужик не только турок, это могут быть любые мужчины в других странах мира, просто где-то этого процента людей больше, где-то меньше. И вот за вот этой семейственностью у турок это больше вопрос такой, ну, страхов определенных и подавлений на самом деле. И если ты такого выбьешь, то куда он будет семейный? Сколько я примеров рассказывала, когда мужики там не тянут семью, набирают кредиты, потом их жены с этими кредитами сталкиваются, они живут там в итоге впроголодь, кредиты выплачивают. Или при разводе, или при смерти мужа выясняется, что были какие-то кредиты и долги. А все равно потом это все остается в семье, то есть жена с этим разбирается по итогу, или их дети, она живут небогато или как-то ущемленно. Почему об этом никто не говорит, да? Вот, пожалуйста, семья, вот он, семьянин. Ты такого счастья как бы хотела, да? То есть национальность турок или там даже его культура какая-то турецкая, и вот за этим, ой, такие семейные. Да нифига, здесь очень много всего. Понимаете, вы попадете в такую семью, семейному такому турку, где бы сдерживать его родители от развода, аипить его, вынуждать каким-то образом, давить на вас, чтобы вы не разводились и все такое прочее. А вы будете в этом счастливы разве? И вы вот этого для себя хотели? Чтобы что? Поймите, вот это семейное сдерживание и аип на развод, это еще посильнее, чем было у нас в советское время, когда разводиться тоже было не принято. Это когда вот эти наши установки, абсолютно глупейшие и неправильные, уродливые установки, как там, бьет, значит, любит, а смотри, у всех все хуже, хотя бы, чтобы был какой-то у тебя мужик, а хотя бы кого-нибудь найди, а терпи, а все так плохо живут, а что мне с твоим папой, думаешь, было хорошо, еще похуже папа твой был, так что выбирай из двух зол самое меньшее и все прочее. А вот здесь с этим еще посерьезнее, еще пожестче, потому что здесь улыбается в лицо, а за спиной происходит что-то другое. Я очень знаю много историй, когда девчонки говорят, у меня так классно свекровью, она такая хорошая, у нас все было так хорошо, вот она меня как дочь приняла, там, не знаю, дарит подарки, со мной общается, помогает выучить язык, ну и занимается, короче, вы поняли, да, меня приняли, все замечательно, таких историй очень много. Но, блин, жить с ее сыном невыносимо, я вышла замуж, блин, а он ленивый, или, например, там, не помогающий, или вообще жадный, такие тоже истории есть, когда у них есть имущество какое-то нажитое до брака, он этим, скажем так, жениться, делиться с женой не хочет, или говорит, у нас все 50 на 50, иди работай, рожай ребенка при этом, даже здесь такое в Турции есть, ты будешь родить ребенка, выйдешь обратно на работу, там, не знаю, еда, жилье, вся история, мы все, короче, все 50 на 50, что ты хочешь, знаешь, такие истории есть, да, же у Турок, это из моей, моего личного опыта, скажем так, я такое слышала. И девочка говорит, ну так у него у нас классно с мамой складывается, он такая замечательная. Я говорю, блин, да ты замуж за маму выходила или за мужа своего? Так, скорее всего, мама такая медовая, хорошая, потому что она знает, какой у нее сын, потому что он очень сильно за свою жену держится, но при этом ее, назовем так, гнобит, да, ущемляет, потому что ему стрёмно разводиться, у него аид над ним висит. И такая масляная, приятная свекровь хорошая, положительная, принимающая, но для того, чтобы ты за нее и держалась, чтобы сын ее не разводился, чтобы оставался вот этот ореол некий семейности, какие они хорошие, все в семью, в дом, не всегда. Честно скажу, вообще, даже по выводу, очень много мужчин-турок, которые, я не скажу, прям не заботятся о своих детях и семьях, но они, знаете, не хотят прыгнуть выше своей головы. Это не воспитание, это не страна, это не семейственность, это же он турок, это человек такой. Понимаете, если бы у него всегда все было гладко, родители помогали, с него был маленький спрос, он не жил в какой-то, не знаю, ущемленности или в кризисе или еще в чем-то, у него нет стимула, блин, что-то добиваться. Я не назову прям ленивая жопа, да, по жизни, но все равно человек без каких-то там особых напрягов и там целей и так далее, так он таким и будет, неважно в какой стране. А если мужчина, который хочет прыгнуть выше своей головы, который хочет чего-то добиться, который хочет вылезти оттуда, да, у него есть определенное сопротивление, которое он преодолевает, он знает, для чего он это делает, так такие есть везде, не только в Турции, не только арабы, и не только, например, в Америке, в России, в Белоруссии, в Украине и в Казахстане. Это дело семьи, характера самого личности человека, но не его культуры, не его менталитета или какого-то клейма и клишета, что он там семейный, все в дом, да, блин. Я к тому подвожу, что у турок есть одна... Девчонки, не думайте, что все турки там семейные. Это некий образ в том плане, что семейный, если мы берем как... Будет последнего держаться за семью, не даст развод, будет, не знаю, стараться исправить наши, например, какие-то недоговоренности, наши личные с ним проблемы с мужем, все, да, до последнего. Он может говорить, да-да, все исправится, на самом деле ничего не делать. Потому что не хочет. Он вот такой, какой он есть. Но он вам будет вешать лапшу на уши, говорит вам, что он справится или там как-то поменяет свое поведение и действия к вам. На самом деле нет. Для того, чтобы вы не разводили, чтобы бои бы не было, чтобы, типа, быть семейным. Ну, качество-то жизни какое? Вы, блин, такого качества жизни себе и детям, например, хотите? Ну, я имею в виду, качество жизни не в финансовом плане, в моральном хотя бы. Финансовое, оно вместе идет. А вот, а если вы берете семейный, который все в дом, заботливый, а нас, я с мужем, как за каменной стеной, я прекрасно знаю, что он там, не знаю, нас не предаст, не бросит, там, если в тяжелые времена пойдет там, не знаю, ну, вторую работу, то есть, понимаете, да, вот такое. Ой, тут далеко не все турки. Нет, 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 здесь очень много тех, кто не хочет так напрягаться лишний раз. Я вам пример, вот, напоследок такой скажу. Турок, он с ней познакомился, она прилетала на курорт, в итоге он к ней переехал. Они уже вместе больше 10 лет. Это тот турок, который прожил очень долго в другой стране, получил гражданство. Знаете, у него постоянно, типа, назовем такое, танцору все что-то мешает всегда. Он очень хороший, я его лично знаю, это мой хороший знакомый. Очень приятный такой, знаете, семейный, не гуляет, не пьет, не курит, там, за спорт, назовем так, молится по пятнице. Даже находясь в другой стране, вот, он нашел такое комьюнити, там, своих мусульман, мечеть, вот, все в таком роде было. Все прекрасно. Ну, я-то вижу его по-другому. Особенно, когда ты в стране в Турции живешь, ты, когда турок видишь, ты как разчитываешь. А если ты живешь в своей стране, и у тебя только вот такой турок, ты думаешь, ну, как бы ты этой разницы не видишь. Не можешь его так считывать, нет у тебя примеров других вокруг турок посмотреть, лекала такого приложить. Так вот, он прожил очень много лет, больше 10, со своей женой получил гражданство. И у него всегда были какие-то проблемы с работой. В итоге, когда он стал хорошо, чтобы зарабатывать в своей стране, реально хорошие деньги, выше среднего, ему приходилось до этого очень много физических работ. Что вы думаете? Но уже на середине своих лет, то есть с женой больше 10 лет вместе, представьте, если, грубо говоря, возьмем, там, 25 они поженились, им еще сейчас, там, ближе к 40 годам. Это уже взрослые, состоявшиеся люди, семья, вся история, быт там и все прочее. И он ей говорит, слушай, я так соскучал, все-таки я хочу вернуться к себе домой. Поехали, короче, в Турцию переедем, здесь все у тебя оставим. Ну, ей куда деваться, короче, она замужем, пришлось ей ехать. Здесь так тяжело начинать все с нуля, даже если твоя родная страна, он говорит. Галь, ну, понимаешь, зачем мне напрягаться, когда я могу пить чаек, загорать на солнышке? Да, я буду получать меньше, но ей напрягаться буду меньше. Но у меня там будет солнце, море и мой расслабон. Вот вам и ответ. И почему у него были проблемы все больше 10 лет в другой стране с работы? Потому что он не хотел. И когда его уже вынудили обстоятельства, назовем так, жена нашла ему работу, ему пришлось работать, ему это не понравилось. Он поработал пару лет и просто свистнул обратно к себе домой. У него не то ли дело не в менталитете, в его семье у него все такие, я знаю его семью, они все особо не напрягаются. Типа вот живем, так есть и ладно. Семейный, но ничего для этого подействия не делает, только языком трепет. Вот вам, пожалуйста, его внутреннее состояние, на самом деле, я так скажу, он лентяй. Не хочет напрягаться лишний раз даже для себя любимого. Потому что он попу свою личную напрягать не собирается. Не то, что для тебя и для себя, для себя самого вообще. Его все устраивает, все, он на релаксе. Ну, это зависит от амбиции, у человека вот амбиции как бы нет. Выводы, девчонки, делайте сами. У меня всегда под видео в инфобоксе моя почта остается. Если вам нужна моя консультация как психолога, записывайтесь в скайпе, с вами встретимся. Или вы можете прислать вашу анонимную историю для ответа в видео на канале. Спасибо за внимание, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока.